Начиная от Едемского сада, у человека были и продолжает быть три лютых врага – дьявол, грех и смерть. И именно в этом порядке. Сперва пришел дьявол, с ним грех, а за грехом последовала смерть. Смерть является чадом нашего худшего врага – греха, ибо сделанный грех рождает смерть, говорит Слово Божие. И еще грех вошел в мир, и грехом смерть. Поэтому мы должны заключить, что то, что ясно является плодом греха, то есть смерть, не может быть ничем иным, как врагом человека. Смерть вошла в мир в тот роковой день, когда человек согрешил. Потому смерть должна рассматриваться как враг человека, точно так же, как дьявол, имеющий державу смерти. Но благодарение Господу придет день, когда тот, который поразил сатану и одержал победу над грехом на Голгофском кресте, истребит и этого последнего врага смерть. Ибо, говорит Слово Божие, ему набежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Оно так должно быть. Поэтому и сама смерть, в конце концов, будет поражена. Но, дорогие мои, отчасти мы уже видим поражение смерти. Своим воскресением Иисус Христос одержал победу над смертью для каждого верующего в Него. Смерть не могла удержать того, который сам является воскресением. Там, у гроба Лазаря, в присутствии самой смерти, Спаситель говорит «Я есть им воскресение и жизнь». И с этим добавляет эти дивные слова «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Поэтому, возлюбленные, хотя же еще не видим, чтобы все было ему покорено, как сказано в послании к евреям, для верующих смерть уже потеряла свое жало. Потому что жало смерти – грех, а грех наш Господь взял на себя. Вот почему апостол Павел в своем первом послании фессалоникийцам в 4 главе, в стихах 13 и 14 говорит «Не хочу оставить вас, братья». Это относится к верующим, к детям Божьим, к братьям, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Видите, дорогие слушатели, какую роль сыграет смерть для человека, зависит всецело от его отношения к Иисусу Христу. Всем положено однажды умереть. И хотя смерть и является врагом, для одних она потеряла свое жало, для других же она является врагом съедоносным жалом. В этом возлюбленная вся разница. Если ты веришь, что Христос умер за твои грехи и что Он воскрес ради твоего оправдания, то смерть для тебя будет переходным пунктом из тленного внедления. Тут ты носил образ перстного, а по той стороне долины смертной тени ты будешь носить образ небесного. Чтобы, дорогой радиослушатель, тебе войти в обитель небесную, ты должен родиться свыше, то есть родиться от воды и духа и стать новым Божьим творением, ибо плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует ни тление. Но Слово Божие говорит, что для некоторых будет исключение. Некоторые не вкусят смерти. Так будет с целым поколением истинных детей Божих. Они будут восхищены на облаках в среднюю Господу на воздухе. «Говорю вам тайну, пишет апостол Павел, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься в бессмертие». И вот тогда, дорогие мои, сбудется слово, написанное «поглашена смерть победою». Но до этого часа, пока еще не видим, чтобы все было ему покорено, смерть для верующего не является наказанием за грех. Почему? Потому, дорогие мои, что Христос принял на Себя должное нам наказание, и по благодати Божией вкусил смерть за нас. Христос же, воскресший из мертвых, уже не умирает, как говорит Слово Божие, смерть уже не имеет над Ним власти, «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, живет для Бога». И вот после того, как Христос умер за наши грехи, смерть уже не является наказанием для чада Божия. Несмыслимо, чтобы справедливый Бог требовал двойное наказание за одно преступление. Но почему тогда умирает святые? Почему? Потому что они должны измениться. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. И те, которые не умрут, которые останутся здесь до пришествия Христа, и они также должны измениться. «Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся», говорит Слово Божие, говоря о тех, которые останутся здесь для пришествия Христа. В каждом из нас должно произойти божественное изменение перед тем, как мы будем угодны для небесной обители. И эта перемена произойдет в смерти верующего. Да, смерть, ты еще не истреблена, но наш воскресший Спаситель так тебя изменил, что ты уже больше не смерть для нас, но что-то другое. Христос говорит о смерти, как о сне. Вы помните, когда Христос, войдя в дом начальника синагоги Иаира и, видя девицу, уснувшую в смерти, и смятение плачущих и вопиющих, говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, а спит». Они стали смеяться над ним, но он, выслав их, говорит умершей, «Девица, тебе говорю, встань». Также о Лазаре. Когда он умер, Христос сказал, «Друг наш уснул, но я иду разбудить его». И когда Павел говорит в послании фессалникицам об умерших верующих, то в подлиннике сказано не умерших, а уснувших. Да, в этом отношении Христос истребил смерть для детей Божих. Поэтому Павел говорит, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Это, конечно, не значит, что мы не скорбим. Конечно, мы скорбим, ибо смерть, будучи врагом, оставляет за собою скорб. Но мы не скорбим, как скорбят люди, не имеющие Христа. Как не скорбеть, что от нас ушел человек Божий, или родная мать, муж, жена, сын, ребенок, друг, брат или сестра. Если они умерли в Господе, то для них это гораздо лучше. Но мы обеднели. Они ушли с хвалой и с песней на устах, а мы остались в слезах. Однако не без надежды. Это и делает христианские похороны несравнимы с похоронами безбожников. Когда брат Леви Петрус, 90-летний труженик на Ниве Божией, уснул в Господе, то последнее его слово было «Аллилуйя». Но верующие в Швеции скорбели, потому что оставил их великий муж Божий. Однако не без надежды. О, какой сладостный и радостный день будет, когда Христос истребит последнего врага смерть, и повержен будет он в озеро Огненное. Тогда поглощена будет сметь победою. А пока, говорит Слово Божие, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Но мы видим сейчас победу Христа над сметью также в том, что сметь не может коснуться его чада раньше назначенного им часа. Павел говорит, что он был многократно при смерти, но Господь его избавлял. Верующим в Коринфе он пишет о пережитых им опасностях в Асии. Он говорит, что были с ним случаи, в которых он не надеялся остаться в живых. Но, добавляет он, сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Да, Павел знал, что дни его в руках Божьих, и смерть была бессильно его коснуться преждевременно. Но есть еще другая причина, почему для христианина смерть не страшна, но даже желательно. Павел сказал, для меня жизнь Христос, и смерть – приобретение. В каком смысле может смерть быть приобретением? Что хотел Павел этим сказать? В его втором постании к Оринфинам мы найдем ответ на этот вопрос. Слушайте, что он здесь говорит в пятой главе стих четвертый. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглошено было жизнью». И дальше он говорит, «Водворяясь в теле, мы устранены от Господа и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Это не значит, что Павел пренебрегал своим телом и больше не надеялся его увидеть. Нет. Но в то же время он знал, что это земное тело он должен оставить, и в один день Господь его воскресит и создаст новое тело. А пока выйти из него и быть со Христом, говорит он, несравненно лучше. Да, возлюбленный Христос избавил нас от страха смерти. Нас, которые некогда были, на всю жизнь подвержены рабству. Но я обязан напомнить каждому слушающему мой голос, что это относится только к тем, которые веруют, что Иисус умер и воскрес. Их Бог воскресит. Им будет дано новое тело. Они будут царствовать со Христом, когда Он покорит всех врагов своих под ноги свои, включая последнего врага смерть. Если ты не принял его искупительную смерть, мой дорогой друг, то тебя ожидает вторая смерть в вечном мучении, в аду с дьяволом и со всеми его ангелами. Твой самый ужасный враг, который тебя губит, это твой грех. А возмездие за грех – смерть, говорит Слово Божие. Иначе говоря, кто-то должен понести наказание за грех. Справедливо то, чтобы сам виновный понес наказание за свою вину. Но я имею для тебя радостную весть, что ты можешь избежать кару за твое преступление. Слушай, мой друг, Христос однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умершивлен по плоти, чтобы привести нас к Богу. Дорогие мои, какая милость, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. О, до чего страшна должна быть смерть человека без Бога и без надежды. Когда просили одну французскую медсестру последить за одним умирающим больным англичанином, ее первый вопрос был – христианин ли он? «Да», – ответили ей, – «это настоящий христианин, человек, который прожил свою жизнь для Бога». «А почему вы спрашиваете?» – заинтересовался врач. «А вот почему», – ответила сестра. «Я ухаживала за Вольтером в течение его последней болезни и должна сказать, что за все богатства Франции я не хочу быть свидетельницей смерти безбожника. Да, страшно подумать о смерти, когда нет надежды на вечную жизнь с Иисусом Христом. «Как обстоит с тобой дело, мой дорогой друг? Примирен ли ты с Богом верой, что Христос умер и воскрес ради твоего спасения? Если нет, то спеши в объятия твоего Спасителя. Он сам сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. И тогда ты сможешь вместе с апостолом Павлом сказать, «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение, да поможет тебе Господь принять». Это важнейшее из всех решений. Аминь. 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 Продолжение следует...